Дай аминь 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 И все эти семь месяцев, дорогие братья и сестры, Бог был так близко. Вот я просто почувствовала, то, что написано в Библии, каждое слово – это истина. Каждое слово, которое написано – это да и аминь. Все обетования для нас – это да и аминь. И я сейчас немножко расскажу, как я проходила это. Когда мне сделали первую операцию, я ждала диагноз первый. Что будет сказано? И я просила Бога, Господь, что бы я сейчас не услышала о себе, дай мне силы, дай мне покой, правильно реагировать на это. И когда я услышала, понимаете, вот Бог дает такую милость, такую благость, я это слышала, но это моего сердца не коснулось. Вот сердце было закрыто от этого. Я сразу поехала в церковь. Вот с этой бумагой, на которой было написано, я поехала в церковь, в дом молитвы. И попросила служителей. Мы вместе возложили руки на эту бумагу и просто прокляли этот диагноз. Я сказала, я не принимаю. У меня есть диагноз от Бога. Я исцелена и здорова. Иисус взял все мои грехи. Иисус понес все мнемощи и болезни на крест. Иисус умер за меня. И я не могу болеть. Я не могу с такой болезнью быть. И это мне потом очень сильно помогло. И потом была вторая операция. Все прошло очень успешно. Удалили все вредное. И ни одного органа моего тела не было задето. Вот это тоже слава Божья. Только Бог защитил все, что жизненно необходимо. И убрал все вредоносное. И, конечно, я перед каждой операцией, перед каждым курсом химиотерапии я писала просьбы в наш церковный чат. Молились за меня вся церковь. Молились за меня даже отдельные семьи. Молились служители. Сам пастор, Диана. И все братья и сестры, кого я просила. Я получила такую поддержку. Могучую поддержку. Я поняла, что значит молитва церкви. Я по-другому поняла, что значит вообще церковь. Что значит наша сила и единство в молитве. Вот эти молитвы, они меня пронесли через эти семь месяцев на одном дыхании. Я сохраняла полный мир и покой. Я сохраняла полное. Я бывала на служениях. Я не пропускала служения. Я, например, в пятницу проходила курс химиотерапии, а в субботу я шла на служение. Бог давал силы и здоровье. И Бог учил меня в это время, как готовиться к этим курсам, как их проходить. Что нужно благословлять все эти кулечки, все эти пузырьки, из которых вливалась эта жидкость в мое тело. Я просила и церковь молилась, чтобы мое тело было защищено от всякого вреда. И только исцеление приходило в мою жизнь. Лично, вот конкретно об исцелении, я почти не молилась и не просила Бога. Я просила дать мне книги, дать мне проповеди людей, которые бы говорили то, что мне нужно в это время. И я слышала много о вере. Я читала о вере. Я читала о силе креста. Я слушала проповеди о крови Христа. И очень много было видений и откровений лично для меня. Я много узнала нового. И я поняла, когда Иаков говорит, радуйтесь. Радуйтесь, когда проходите какие-то испытания. Бог дает силы пройти все. И Бог давал, учил меня просто, как это делать. Я взяла такую книжечку, выписала все местописания, молилась утром и вечером, провозглашала Слово Божье над собой, принимала вечерю. И один раз только, я помню, это было 7 июля, утром я молилась перед служением в церковь, и я попросила, Иисус исцели меня. И когда я пришла на служение, пастор попросил принести елей. И было помазание с возложением рук пастора, и молитва пастора об исцелении. И Бог очень сильно коснулся меня. Кто присутствовал, видели это. Но вот физически я не почувствовала никаких перемен в своем теле. И очень много было молитв за исцеление в Доме молитвы. Практически каждую субботу мы молились с исцелением, молились за исцеление друг за друга, с помазанием елеев, молились служителей. И каждый раз я верой принимала, что я приняла новую порцию исцеления, что я еще исцелена, еще Бог что-то сделал. Я говорила это сама себе. И этим я утверждалась. Но что еще можно сказать? Но вот Бог благ. Он так благ. Он так хочет, чтобы мы были здоровы. Давайте молиться. Дорогие братья и сестры, я прошу вот от всего сердца воздайте славу Богу за то, что Он делает в жизни каждого из нас. Каждый день, постоянно. Он это делает. А наша часть, наша часть принять. Принять. Подготовить свое сердце к тому, чтобы оно было открыто. Открыто принимать. И я прочитала нужды. Очень много нужд об исцелении. Сейчас вот опять новый вирус ковида. Мы сейчас будем молиться об исцелении. И о том, чтобы наши сердца, они были открыты и способны принять все, что изливает Бог. Сейчас каждого из вас, в тело каждого из вас, возложите руки там, где болит. И просите Бога. Он коснется и исцелит. Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, драгоценный невестный Отец, что Ты хочешь, чтобы был исцелен. Твое тело было здорово. Ни одной немощи, ни одной болезни. Они нам не принадлежат. Это все распято на кресте. Мы молимся и просим Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, излей свою силу, излей свою милость и благодать в тело каждого. Перед Твоим словом, Господь, перед Твоей любовью не устоит никакая хворь, не устоит никакая немощь, никакое неустройство. Все исцелено по Твоей милости, все исцелено по Твоей благости, Господь. Твоя любовь изливается потоком любви, Господь, в каждое сердце. Ты целитель наших душевных ран, ты целитель наших физических тел, Господь. Ты умер на кресте, ты был распят, ты изъязвлен был за грехи наши, ты вымучен за безнакония наши. Наказание мира было на Тебе, Твоими ранами, Бог, мы исцелены. Спасибо Тебя, Господь, за Духа Твоего Святого, которого Ты поселил в каждого из нас. И Дух Твой, который исцелил Господа Иисуса Христа из мертвых, Он тот же, ты не изменился. Ты вчера, сегодня и вовеки Ты тот же, и Ты тот же целитель. И Ты простираешь свою руку, Отец Небесный Синьвес. И исцеляешь наши тела, инием Святого Сына Твоего, Иисуса Христа. Всякое неустройство, всякие неполадки во имя Иисуса Христа уходят. Сила и любовь, исцеление, да будет в Твоем теле, Господь, в теле каждого из нас, в душе. Во имя Иисуса Христа, Ты вложил, Бог, свою веру в наши сердца. Господь, Ты совершитель и начальник нашей веры, Бог. И вера принимает, вера берет, вера держит и не отдает. Слава и хвала Тебе, Господь. Мы исцелены, мы искуплены, мы благословены, мы покрыты Твоей кровью, Бог. Тебе вовеки слава за все, что Ты делал, за все, что Ты делаешь, за все, что Ты будешь делать. Слава и хвала Тебе, великий и драгоценный Бог. Сестры и братья, мы нуждаемся в молитвах друг за друга. И я нуждаюсь. Я нуждалась, нуждаюсь и буду нуждаться, пока я на земле. И это каждый из нас. Молитесь друг за друга и верьте. Наши молитвы, они совершают, они возгревают Бога делать то, что Он хочет сделать для нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.